Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Хотел на самом деле сесть, вот так вот с вами поговорить в конце этого года, подвести, может, какие-то итоги, просто поздравить своих подписчиков, лично вас, с наступающим Новым Годом, но, как вы уже поняли, по названию этого ролика немножечко мои планы изменились. Как видите, на фоне находятся журналы, журналы для наклеек. Все вами прекрасно известны, каким-то уже здесь 6 лет, например, с чемпионата Европы в Франции. Дальше какой-то просто журнал был под введение итогов лучших команд 2016 год. И вот сзади меня российская футбольная премьер-лига еще сезона 14-15. Так что вот этому журналу уже 8 лет, можно сказать, 8 сезонов назад. Наткнулся я на сайте Panini, в группе ВКонтакте, то, что вышла новая коллекция с новым сезоном российской премьер-лиги. Я подумал, а почему бы не заказать? Мне нравится это, закажу сразу с боксом наклеек. Но потом, посоветовавшись с менеджерами Panini, они мне любезно предоставили презент такой к Новому году. Прислали вот такую коробку. Вот, здесь все прям написано. Наклейки из Италии, все Panini. И с вами сейчас мы ее откроем. Так, что у нас здесь есть в коробке? Ну, во-первых, это бокс с наклейками. 35 пакетиков. В каждом пакетике по 5 наклеек. Вот. Так что, ну, вот такие вот. Продаются напрямую у Panini через группу ВКонтакте. Либо же на Валдберес, либо Озоне находите продавца Panini. Они там есть. Тоже можно заказать. Кому как удобнее. Но небольшой вам советик. На Валдберес и Озоне подешевле. Вот. Поэтому как-то так вот. Такой интересный бокс. Ну и, конечно же, сам журнал. Что можно сказать по журналу? Я могу сравнивать только с прошлым, который у меня был как бы единственный. То есть, моего опыта здесь, как такового, сильный нет. Зал славы. Это бывшие чемпионы. Кубка обладателей. Суперкубка. Ну и здесь, во-первых, РПЛ в цифрах. Про лучших бомбардирки. И, в общем-то, итоги здесь подведены. Дальше идут про команды. Здесь про лидера какого-нибудь. Здесь, например, про капитана. Скорее всего, капитаны здесь и будут выявлены. И также всякое вот главное о клубе. Вот. Так, про каждую команду. В конце еще также есть вот отдельная страница с болельщиками. То есть, с нами. Потому что мы, естественно, главные болельщики футбольных клубов в России. Поэтому вот здесь вот такая вот отдельная страница лично для нас. Ну и в конце, кстати, еще и звезды Российской премьер-лиги. Обязательно пишите в комментариях, кстати, какая для вас стала первая коллекция от Панини. Может быть, не от Панини. Просто интересно почитать. И за какой клуб Российской премьер-лиги вы болеете. Вот. Мы отходим от самого, наверное, скучного и интересного. От вот этого вот моего монолога. И переходим к самому интересному. Мы сейчас будем с вами открывать все эти 35 пакетиков. Такой вот анпакинг у нас будет. Передаем оператору. Так, благодарим нашего оператора. И, мне самому интересно, они всегда... Сейчас я хочу понять, когда открываются. Всегда по одному пакетику продавались. Я помню, в районе 50, наверное, рублей. Сейчас уже чуть дороже. Поэтому... Ну, кстати... Поэтому убираем. Ну, знаете... Вот такие. Ну, они, скорее всего, и в киосках. Вот такие будут продаваться. 35 пакетиков с наклейками Панини. Мир Российской премьер-лиги. Сезону 2022-23. Кстати, раньше... Вот небольшое такое вот личное замечание. Так вот... Тех, кто раньше покупал. Уже внутри журналов раньше было там, ну, 8-10 наклеек. В этот раз... Нет. То есть, я не знаю. Может быть, в киосках, когда продаются уже в журналах. Там, возможно, есть. Но лично у меня почему-то нет. К сожалению. Поэтому... Ну что же. Поехали. Будем открывать. Скорее всего, на таймлапсе. Что-нибудь интересное мы обязательно вставим. Так, ну... Друзья. А здесь у нас сразу же с первой наклейки Федор Чалов, звезда российской премьер-лиги. Вот, не знаю. Вот так, не так, вот так. Как? Вот так. Вот так. Фокус настроит. Не видно. Вот так видно. Все. Отлично. Вопрос. Когда Федор Чалов стал звездой российской премьер-лиги, мне интересно. Он отлично отыграл в аренде в Швейцарии. Но, в любом случае, с первого пакетика вот такая вот блестяшка. Это вообще супер. Дальше. Конечно, я хотел надеть эту футболку, потому что любимый клуб «Зенит». И сразу же Алексей Сутармин. Вот. Буду быстро показывать, даже если фокусировки не будет, не суть. Болельщики Ростова. Ростов на связи. Если есть таковые, обязательно пишите. Так. Дальше. Даниил Корнюшин. Из команды «Пари-Нене». «Нижний Новгород». Ну и, кстати, еще одна блестючка привет в город Химки. Логотип футбольного клуба. Так. Ну, не знаю. Мне очень понравилось. То есть, два футболиста, две блестяшки и еще болельщики. И это все в одном. Так что, ну, мне более-менее нравится. То есть, самая такая, наверное, дефицитная вещь будет. Это, скорее всего, какие-то блестяшки. А здесь у нас сразу две. Поэтому это вообще супер. Едем сюда пока. Будем откладывать. Все. Первый, так сказать, мы осмотрели. Если же ничего вот интерес не будет, будем просто на таймлапсе. Форма. Форма. Краснодара. Сразу же еще одна блестящая у нас. Ну, очень симпатичненько вот все это выглядит. Так. Не блестяшко, но болельщикам московского «Динамо» передаем привет. ВТБ «Арена». Вот такая вот у нас красивая. Так. Ну, а дальше снова, кстати, вот второй пакетик у нас подряд. Идут, ну, просто футболисты. Кого-то выделять не будем, если только вот именно блестяшка. Ну, и сутармина грех было не выделить. Так. Ну, этого человека тоже грех не выделить. Это мой земляк. Причем еще и игрок российской премьер-лиги и «Зенита». Это Александр Ерохин. А Саше мы передаем привет. У меня даже где-то с ним фотография была. Не знаю, вставлю или нет в монтаж итоговый. А тут у нас, кстати, снова московская «Динамо». И здесь вот именно команду нам показывают в момент празднования. Вот. Поэтому как-то так. Болельщики московских армейцев у нас на очереди. Так. Еще. Ну, здесь прям блещет у нас пока что на очереди игроками из Алтайского края Артем Карпукас. Он, если я не ошибаюсь, родился в Бийске, но играл за школу у меня Алексея Смертина. Вот. Вот так вот еще. Артему тоже привет передаем. А это у нас, кстати, Максим Глушенков, игрок «Крыльев Советов». Это блестящее. А карточка у нас. Поэтому вот такие вот. Пока что, ну, я доволен. Более-менее очень много интересных, блестящих наклеек. И тем более идет вот такие вот перформансы. Болельщики где-то, стадионы и где-то вот такие блестящие еще наклейки. Привет Екатеринбургу. У нас здесь футбольный клуб «Урал». А логотип вот как-то так. Все. Из этого пакетика все. Пошли ключевые новички. Но это точно не новичок российской пример лиги. Игорь Смольников. Ныне там бывший игрок. Ныне игрок он торпеда. Но до этого поиграл и за Краснодар, и за Зенит. И в Тульском арсенале поиграл. Поэтому вот такие вот у нас дела. Появилась, кстати, первая карточка. Вот такая вот у нас наклейка. Это капитан московского «Динамо» Данил Фомин. Поэтому вот как-то так. Ох, друзья. А вот тут очень даже интересно. Это, я так понимаю, вот как здесь понять? Это мне кажется, что это суперкубок. Суперкубок России. Потому что я не знаток прямо именно в кубках. То есть мир российской пример лиги. Там просто вот кубок РПЛ я знаю. А вот здесь вот, наверное, суперкубок. Выпала такая наклеечка. Ну и также, ох, тут можно прямо сказать, легенда российской пример лиги. Кристиан Нобоа. Игрок и сейчас в Сочи. До этого поиграл за Рубин, Динамо, Зенит. Поэтому вот. Ему вроде прозвище даже в Зените. Дали там пингвиненок. Так, ну и вот первый пакетик, где у нас нет никаких блестяшек. Просто футболисты. Поэтому мы его просто вот пропускаем. Некого вот выделить. Поэтому идем дальше. Второй пакетик подряд. И опять просто футболист. Ну, это стоило ожидать. И это правильно, мне кажется. Потому что очень много будет у нас пустых страниц. Где вот просто будет каких-то вот футболистов не хватать. Ну вот здесь уже, кстати, болельщики Пари, Нижний, Новгород. Поэтому вот такая вот наклеечка. Остальные просто опять футболисты. Так, а вот нам вот такой вот интересный еще пакетик дает возможность посмотреть на форму московского «Спартака». Домашняя, красная, красивая, блестящая. И также стадион «Арена Химки», который вмещает 18,5 тысяч. Чуть больше вот. Чуть больше 18,5 тысяч людей. Поэтому вот. Замечательно. Еще пять просто футболистов. Ключевой новичок. А вот и Юра Газинский. Автор первого забитого мяча сборной России на чемпионате мира. Ворота Саудовской Аравии. Вот. Он перешел здесь в Урал. К Виктору Гончаренко. Поэтому очень отлично. Очень отлично, да. Вписался, во-первых, в команду. Просто супер. Здесь, кстати, нас радуют. Три наклейки. Очень такие ключевые. А это газовик. Это стадион Оренбурга. Вот. Здесь написано 7,5 тысяч. Но вроде как руководство Оренбурга планирует расширяться. Поэтому это правильно. Потому что так и надо. Эдуард Спиртсян. Звезды РПЛ. Воспитанник Академии Краснодара. Ну это супер. Это очень хорошо. А тем более хорошо, когда нам вот такие три интересные наклейки выпадают сразу в одном пакетике. Так. Две блестяшки. Я подумал сначала, что это снова Московский Спартак. Но нет. Это Хинки. А вот красная их форма. Замечательная. И также Роман Евгеньев. Центральный защитник. Если я не ошибаюсь, Рома раньше за Московское Динамо играл. Но вот теперь выступает за крылья Советов. Так. Звезды РПЛ. Я не понимаю. А там как это просто звезды РПЛ? Наверное, из каждой команды. По ключевому такому интересному игроку. Дмитрий Воробьев. Игрок Оренбурга. Я вот не понимаю, почему... Ну вот. Чисто мое мнение. Никакой предвзятости. Почему не Сычевой? Мне интересно. Хотя вот. Вот Сычевой побольше, наверное, такого классного перформанса сделал. В первой половине сезона чемпионата России. Так. Я уже думал, все. Но нет. Тут капитаны. Данил Глебов. Лидер Ростова. Поэтому очень заряжают ролики. Особенно благодарность медиагруппе футбольного клуба Ростов. Когда вот показывают всю эту внутренность. Как команда общается с болельщиками после неудачных матчей. Очень часто мне попадается. Вот такие вот видео, где Данил берет на себя действительно роль лидера. Капитан. Общается напрямую. И вместе с болельщиками вокруг одной проблемы пытаются сплотиться и идти к победам. Поэтому удачи Ростову. Ну вот очередной такой лидер команды. Это Дим Кабаринов. Это игрок. И капитан. Локомотива. Вот у локомотива как-то дела сейчас не очень. Но пожелаем тоже удачи. Не хотелось бы желать чемпионства в следующем сезоне в футбольной национальной лиге. Так, звезды РПЛ Мухаммад Султонов. Игрок торпеда. Снова блестящая у нас красивая наклеечка. Ну и также наклеечка с логотипом Оренбурга. Вот небольшая история нас, меня, меня связывает. Оренбург приезжал в мой город. Кто не знал, я живу в городе Барнаулли. И играл в кубки против моей местной команды. Против команды Динамо Барнаул. И тогда мы проиграли со счетом 2-0. Вот. Это год, если не ошибаюсь, 18-й был. И тогда голкипер Оренбурга. Сейчас я не помню. Он вроде где-то... Да, он в торпеды, кстати, играет. Александр Довня мне подарил футболку. Я не знаю, если оператор поможет нам. Так, благодарю нашего оператора. Ну вот. Довня. Я не знаю, видно, не видно, видно? Видно. Вот. Довня, 56-й номер. Она очень большая. И это вроде даже не основная. Но это лично для меня. Большая, конечно же. Вроде как это даже не его основная форма была. Просто тренировочная. Но в любом случае, большая ему благодарность, Александр Довня. И удачи в выступлениях в Российской премьер-лиге. Так. А здесь у нас красавец стадион Краснодар. Вот. Замечательный стадион. 33 тысячи в себя вмещает. Кстати, вот интересно. Лично для меня вот на таких наклеечках это плюс. Пишут вместимость. Мне бы было действительно интересно потом посмотреть все стадионы, которые я соберу и посмотреть, у кого самая большая-то вместимость. Или просто вот сравнить эту вместимость. А здесь радость Игнатьева, я так понимаю, в моменте какого-то забитого гола. Локомотив. Вот. Забил. Радостные эмоции. Так. Ух. А здесь нам прям действительно фартануло. Две формы. Во-первых, сначала ЦСК. Вот такая блестяшечка. А вторая это Пари Нижний Новгород. Вот такая вот красивая у нас. Все. В этом пакетике пока что ничего лучше не было. Так. А я не помню, кстати, вот оператор по памяти форма Краснодара у нас была или нет. Не знаю, повторка, не повторка. Если не было, то показываю. И вот как-то так. И еще одна форма. Это форма торпеда. Замечательно красивая беленькая такая. Вот. И дальше. Ну, это стадион Красавец в городе Сочи. Фишт. Вот. Такой вот. Замечательный стадион у нас. Минус пять футболистов. Вот. Никаких блестящих пока что не было в этом пакетике. Но зато вот в этом уже идет ключевой новичок. Роберто Фернандес, игрок московского локомотива, локомотива, Динамо, прошу прощения. Вот. Ну, а мне оператор, кстати, подсказывает, что да, у нас была повторка вот как раз по форме Краснодара. Ну, так что, я не знаю. Если это какая-то вот там необходимость, кто-то, если коллекционирует, давайте спишемся какую-нибудь, я не знаю, в группе ВКонтакте того же. А вот по Нине, там много я видел, пишут и обмениваются повторками. Поэтому обязательно туда заходите. Покупайте, во-первых, по Нине, потому что, ну, ребята просто вот на совесть, на качество делают столько долго времени. Вот. Просто, как по мне, лидер один на рынке по наклейкам. Поэтому по Нине большое спасибо. Так, ну вот, эту повторку я точно не спутаю. Это Федя Чалов, это снова звезда. Даже фокус не надо, это уже было. Вот. Так что, вот так, вот так, вот так. И, кстати, как оценит наш сейчас оператор форму Сочи? Вот ее вроде не было, очень красивая. Дизайн такой, просто замечательный. Вот. Поэтому как-то так. Порадовали. Так, пять футболистов, никаких блестящих не было. Идем дальше. Болельщики футбольного клуба Сочи, мы вам передаем пламенный привет и всех благ в новом 2023 году. Ну, раз поздравления здесь у нас пошли, поздравления болельщикам крылья советов из Самары. Друзья, всем здоровья, это главное, здоровье, здоровья и успехов вашей любимой команды. Алексей Никитин, ключевой новичок Химок. Вот такая вот блестючка у нас очередная. Вот, очередной кубок у нас. А вот это вот, как раз про вот этот кубок я и говорил, это кубок чемпионов России. Вот. Такой вот замечательный. Сделали поэтому. А у нас вроде остался только кубок лишь России, который нам еще пока не выпал. Ну, как? Как без этого? Просто прям первое сразу это логотип Зенита. Вот. Просто шикарная, красивая. Вот просто красота. Ну, все, а здесь остальные обычные наклейки футболистов. Илья Лантратов, по мне, лидер Химок и, в принципе, вратарского цеха в России. Это вот замечательно. Так, а вот и форма футбольного клуба Ахмат. Такая вот замечательная и красивая. Все супер. Так что, болельщикам из Грозного мы тоже передаем привет. Так, снова 5 футболистов. Ну, могу отметить, что здесь нам выпал Куинси Промис. Ну, его обычная именно наклеечка. Так, ну, снова 5 футболистов. Я... Так, а у нас 2 последних пакетика. Почему-то, знаете, так в глаза бросалось, скорее всего, что уже даже видел много повторных наклеек. Именно обычных футболистов. А здесь у нас Габриэль Флорентин. Ключевой новичок Оренбурга. Вот, очередная у нас. Радует, что не повторка. У нас всего лишь там, ну, сколько, 2 повторки вроде уже, которые я точно запомнил. Это Чалов и форма Краснодара. Так, а вот здесь вот такая вот Кирилл Щетинин. Выделяющаяся вот наклейка. То есть необычная, как у других. Но тоже вот, ну, можно сказать так, ну, не в полный рост. Ну, вот, по поясу такая красивая. Все замечательно. Но остальные обычные футболисты. Ну и давайте, все. Последнее. Последнее. Последние наклейки, но последний пакетик. Итак. Стадион центральный. Про который многие говорили, что, ну, нельзя допускать этот клуб. Но все же он допущен. Солдаут собирал. Это город Воронеж. И он факел. Все красивенький Мамаду Майга. Ключевой новичок пари Нижний Новгород. Вот еще у нас блестящая такая наклейка. Ну, а на этом все. Очень много наклеек. Большой рацион такой, можно сказать, что диапазон даже по выбору наклейок. Конечно, много будет футболистов обычных наклеечек вот таких. Но, а как без них? Потому что это основная вот составляющаяся этих коллекционирований, этих журналов. Поэтому, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Еще раз напомню, то, что заказать абсолютно такой же журнал вы можете у моих друзей по Нине. Ссылочки оставлены в описании под этим видео, на группу ВКонтакте, на все другие сервисы, где вы можете купить эти наклейки, эти боксы. Даже если у вас уже есть журнал, вы можете купить отдельно бокс. Поэтому, друзьям из по Нине, большое спасибо и пламенные все мои поздравления в Новый год для вас, дорогие мои подписчики и болельщики российской премьер-лиги. Смотрите футбол, любите футбол. Все мы любим футбол и это нас объединяет. Потому что футбол – это жизнь, друзья. С вами был Андрей. Ну и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok